Добрый день. Да, добрый вечер. У вас уже вечер. Инатий Тихович, я очень... Ну, поближе, что-то прохвал, микрофон у тебя плохо слышно. Сейчас хорошо? Ну да, но видно одни глаза только. Вот так, или видно, или не слышно. Вот так, не шевелись, давай, говори громче только. Хорошо. Очень коротко. Так, плохо, плохо слышно. Прям беда. Громче говори. Говорю так, у меня начались какие-то изменения внутренние. Ну а? Делаю, как вы говорите. Стою 4.40. Начал молиться 7 раз. Утром. Ничего себе. Значит, я не понимаю, что, но как-то что-то меняется внутреннее. Даже усы появились. Я не пойму. Вот, какие-то переживания из-за того, что человек другой что-то чувствует, как-то, я сказал, обидел. Но что-то меняется. Вот я вот... Ну что именно? Что ты чувствуешь себя виновным перед кем-то? Да. Это очень хорошее чувство. Понимаю, вот сегодня на уроке что-то сказал не так. Ну, плохо сделал, ну, шутку. Девушка как-то обиделась. Я раньше этого не видел, но сейчас вот сижу и вижу не глазами, а внутренне понимаю, что она переживает. Ну, как-то так. Я не пойму. Ну, такого раньше не было. Ну, так это нормальное состояние. Ты начинаешь переходить в состояние человека из обезьяны. Это у тебя переходной момент. Из православной обезьяны в православного христианина переход. Ну, у меня всё, ну, просто это, факт, такие чувства, что... Ну, какие чувства-то? Что у тебя отняли? Что у тебя кожа щешется, там, почесать охота или ещё тебе? В чём она изменяется-то? Пища не переваривается? Какой-то ты больно уж плюшевый такой. Давай говори. Не выдумывай. У нас всё записывается и выставляется. Ты не против? Не, я не против. Ну, просто... Так что, Андрюша, не переживай. Это совершенно нормальное состояние. Когда ты начинаешь задуматься о словах своих, о поступках, видишь, что где-то неправильно поступил. Вот ты всё время теперь по 7-то раз в день, если будешь молиться-то в 3 святое и 100 поклонов, у тебя другое размышление будет. Ты поймёшь, что ты смертный. Ты можешь умереть в любой день. Не готовый будешь. У тебя страх появится перед Богом. Ну, судя по ресницам, ты живой ещё. А если бы не ресниц, я бы подумал, что ты окоченел. Да. Да. Это хорошее у тебя. Как бы у тебя было раздражение какое-то всё, это плохо. А именно ты... Что такое, говорит, самоосуждение? Это гнев, направленный вовнутрь. Я с собой недоволен, что так было. Никогда. Вот у меня каждый день внутреннее раскаяние. Каждый день. Я что-то... Вот там, думаю, не надо было сказать. Вот здесь надо было промолчать. А вот тут надо было вот это упустил сказать. Вот такое. Раньше... Ну, я же не один день верующий-то. И всё время идёт исследование самого себя. Вспоминается, где я поступал неправильно. На молитве стою. Ой-ой-ой, Господи, прости ужас. И просил прощения, а совесть-то мучает ещё. Поступил с кем-то не так матери, сказал отцу. А их уже нет живых. Прощения не попросишь. Не ругался, ничего. Ну, совесть судит. Вот и весь ответ. Это надо так продолжать. Конечно. А ты думал, что теперь? Раз у тебя что-то не так, можно спать до десяти? Ну, да, это что-то, ну, как-то везёт. Ну, что тебе кажется? Что тебя в дурдом отправят или что? Не знаю, но... Я не понимаю, зачем тебе разговор? Если ты не знаешь, ты зря меня не беспокой. Для чего ты меня беспокоишь, если не знаешь? Я тебе говорю, ты молись и больше я откуда ещё знаю. Ты я ничего не знаю. Бывает внутреннее такое какое-то неудовлетворение. Ну, молишься, и Господь показывает, в чём я виновен. Как правило, я виновен. Или где-то что-то опасность грозит, Бог предупреждает. Бывает, разговаривали нормально вот сегодня. И вдруг охамел прямо один. Охамел. Хам. Настоящий. А почему? Он связан с миссионерским отделом. Я не знаю, но думаю. А мне говорю, да он в миссионерском отделе. Как будто специально набирает людей жестоких, хамовитых таких, безжалостных, самомнительных и прочее. И они все на меня находят, а я-то знаю, что они как дыра в преисподнюю. Никакой системы не может быть образована для миссионерства. Это Дух Святой делает. Можно образовать систему по изданию книг, спортивную там секцию. А в миссионерске нельзя издать. Это посягательство на прерогативу Духа Святого. Это Дух Святой только может делать. А они этого не понимают. Думают, я пойду, буду учиться, нас пятеро соберутся. Мы будем миссионерами. Там ничего не будет. Это будет просто собрание людей, которые друг друга поддерживают, чтобы нападать на кого-то. Это авантюристы. Я не обязательно, а сколько людей у вас обратилось. Ни одного, я говорю, не обратилось. Я 17 лет в тюрьме работал. Всю душу отдавал. И ни один не обратился, ни один. Но в тюрьме другой климат был. У меня благодарности сколько из тюрьмы. Люди выходят, когда из тюрьмы, они начинают новую жизнь. А поп один раз так и пришел, и человек 400 покрестил. Апостол настоящий. Но пришел, правда, полупьяный. Это мне уже там рассказывают работники. А еще, говорит, у вас поп такой грязный, полупьяный. Это Тихонович дух во мне. Ну, просто я начинаю шевелиться, думать. Ну, себе места не нахожу. Да. Вот ты выходишь из анабиоза. Знаешь, что такое анабиозное мертвение? Такое замерзание. И вот когда сейчас оттаивает рыба, она начинает или ящерица, лягушка. Ее и выдолбит. Она замерзшая в линзе стеклянной во льду. А потом она приходит в себя. Вот у тебя состояние такое. Ты не ради... Ну? Да. Боя была... Ну... Должен был какой-то замкнутый, скован. А сейчас как-то нехорошо. Вот на месте места себя не нахожу иногда. Тебе интересно будет со всеми говорить. Не только по программе, по уроку-то. Там по уроку, по истории-то-то вранье одно. Ты преподаешь, что самая ненужная дисциплина. Она не нужна никому. Она вредная. Самая ненужная учителя, это учителя истории. А то любой может взять книжку, посчитать, кино посмотреть. Ты-то зачем там нужен? Ты только мешаешься. Учитель математики, я понимаю. Учитель иностранного языка. Вот, допустим, ты преподаешь японский язык. Это знание. Ты был в этой стране, там жил у них, практику проходил. А история еще. Книжку бери, да бери, читай и все. По грамматике нужно учить. Литературу посоветует какую считать. Учителя истории это самые негодные люди. Они к чему не приспособлены. Никакой. Это правило, как бездельники такие. Их девать некуда. Их наплодилось столько. То они заочно кончают. Я тебе просто говорю, чтоб ты знал. Не высокоумствовал. Вот если бы у тебя была специальность, печник ты был. Или там плотник. Вот это специальность. Умел шить одежду. А это какая специальность? Никакая. Даже учитель физкультуры и то больше знает, чем ты. Как у тебя живет? Как я живет. Я начинаю живет. Ну видишь Андрюша, я говорю все как есть. Не обижайся только. Я тебе говорю как есть. Да, спасибо, но какой-то маленький, вот такой, беззащитный. Ну, беззащитный. Ты больше там возись дома, говорит, отцу помогай по хозяйству. Бери на себя работу, чтобы больше животных было. У тебя будет достаток какой-то. Сельское хозяйство это на первом месте стоит. Сеять хлеб, выращивать скотину, рыбу, там, пчел. На втором месте это одежду шить. Ну, а третье строитель. Я вот на третьем этапе прожил всю жизнь, я строитель. Я делал печь, я везде нужен, меня зовут, хорошо платят, накормят. И благодарны годами еще встречаются, тепло. Ну, надо знать, надо горбатиться было, будь здоров. Сажи, грязи, это все твое. Ну, и что? А шахтерам легко ли они там взрывают у них там? А у меня-то нет. Ну, еще какие вопросы у тебя? Еще такой, и все. Дети, ну, как-то очень позитивно вплывают. Что-то у него такой... У тебя какой этот глазок-то плохой такой, видеоглаз-то? Ну, камера-то какая-то, дрянная совсем, хуже моей. Ну, какой есть. Ну, ладно, я бы говорил, повтори еще раз, что хотел сказать. Дети хорошо как-то на дух вплывают. Дети что? Дети стали на него хорошо влиять. Оживая дух. Оживая дух и дети. У него или у ребятишек? У него. У меня. У тебя? Ну, а что тебе надо? Я тебе сразу сказал, ты полумертвый какой-то, дохлый совсем. Ты не интересный человек-то никому. Потому что от тебя никто не согреется. Вроде ни рыба, ни мясо. Ни богу, говорит, свечка, ни черту-кочерга. Да, я прихожу, прихожу, а они, как-то, меня, ну, оживляют меня немного. Ну, конечно, ты сам оживляешься, слово Божие говори. Подходящее место знай. И все время про себя молись. У тебя начнется по-другому все. Ты в каждом дне должен находить радость. Восход, закос, звезды. Выходи под звездами размышляй. Прогуливайся больше перед сном. И все время молись, благодари Бога за то, что ты видишь, осознаешь. А так кого? Ты бы даже здесь был рядом, я тебя и домой даже не пригласил. Я вообще никого не приглашаю. Ну, а что ты придешь? Делать ничего не умеешь. Кормить тебя паразита, не за что. Янатий Тихович, посоветуй какую-нибудь книгу почитать. Я почитал эту книгу, как она, «Невинные пруденции» прочитал. Интересный. О, интересно. А ты прочитай крейсеру сонату Льва Толстого. Запиши. Янатий Тихович, это верно. Я вам говорю, я сейчас полдня не кушаю. Когда я иду на уроки, я не кушаю. И когда я голодный иду на уроки, вы понимаете сами. И это верно. Это действительно так. На опыте сейчас спробую. Это действительно так. Зараз, как хочешь почитать книгу? Льва Толстого, крейсера соната. А я фильм смотрю. Ну, фильм это одно. Прочитай книгу. В фильме ни один не может показать все, что там есть. Я советую просто прочитать. Крейсера соната. Да, крейсера соната. Там С, С, Р, А, не С, Р, А, С, Р, А. Если это значение имеет. Крейсера. Крейсера соната. Ну, соната там найдешь. В интернете заряди только. Так она вывалится сразу тебе. Я бы еще кое-что тебе посоветовал. Есть такое. Ян Амос Камынский. Он называется «Отец мировой педагогики». Тебе как раз по специальности. Полное собрание его, прочитай. Там раньше печатали в одном томе. Ян Амос Камынский. Он священником был. Все книги какую-то почитать. Какой-то из книг. Что еще надо? Он непонятно. Плохо слышал. Его книги все читают? Какие-то книги читают? Избранные для него. Нет, там у него в одном томе. Там ярмарка суеты называется. И педагогика его. Педагогика. Я сейчас могу уже забыть, как она называется. Ну, педагогические его там. Все эти занятия, как он ведет. Великая дидактика. Вот как называется. Великая дидактика. В советское время ее выпускали. Из мирских книг мы ее держали на первом месте. Там много. Со ссылками на Священное Писание. Все. Это прям божественное все берется. Пока тебе этого хватит. Ты считай медленно, поворачивай назад, конспектируй. И сразу применяй себе с ребятишками работать как. Он учитель. Это не Сухомлинский какой-то, не Макаренко. Это настоящий учитель. Отец мировой педагогики. Ты вдумайся в это. Вот есть. Я все не считал. Григория Сковорода. Знаешь такого? Знаю, да. Ну, вот ты его пересчитай еще. Что у вас там издается-то? Там все полезное. Это же от вас идет. Григорий-то Сковорода-то. Это украинская. Ну, вот и все. Сковорода-то гений вообще. Больше вопросов нет больше? Нет, спасибо. Все, давай. Работай, чтобы видно было, что ты работаешь. Все время там бег, какие-то пробежки делай, пробежать, чтобы активно было. Больше подтягивайся. И опять на молитву. Гимнастик обозрелся на молитву. Побежал отцу, матери помог. Ну, матери нет дома. А вот так. Чтобы у тебя все время энергия была. А ты какой-то дохлый прям совсем, не живой. Как будто тебя бегемот сживал, да выплюнул. Да, я такой и был с самого детства. Какое-то, ну, это изменения начались. И называется, я называю, амебный, медузный. Медузный. Спасибо, Гай. Слава Христу, Андрюша. Слава. Никогда руки не опускай. Работай. Сегодня не получилось, завтра получится. Бойся всякого греха. Молись, спастись, твори милость. У него Бог тебя обязательно поднимет на другой уровень. Ты таким не будешь. В тебе будет столько энергии, что будет удивлять всех. И голос у тебя изменится. Другой будет. А у тебя голос на такой, это как будто бы через пять минут тебя к стенке поставят. Ладно, давай. Во славу Божию. Андрей храбрый, значит. Будь храбрым. Только, ну, ладно, мне не надо снимать ее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.